Это затишье перед бурей или усмирение ситуации? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как обстоит дело в Рушане после антитеррористической операции. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. С начала антитеррористической операции в Рушанском районе Кбао, в результате которой погибли и были ранены десятки человек, прошло больше двух дней. Местные власти сообщают в эфире ТВ Бадахшан о стабилизации ситуации в этом районе и возвращении людей к повседневной жизни. Из-за отсутствия интернета и телефонной связи получить информацию из независимых источников невозможно. Некоторые жители сообщают, что хотя в районе восстановилось относительное спокойствие, люди обеспокоены возможным продолжением операции, отсутствием информации о судьбе родственников и информационной блокадой в Рушане. Также собеседники в Рушанском районе жаловались на высокие цены и нехватку продовольствия. По их словам, в субботу уже работали рынки, но цены на все взлетели, а продуктов очень мало. Попытки связаться с властями пока не увенчались успехом. При этом, по словам некоторых собеседников, дорога в Рушанский район для посторонних заблокирована. По меньшей мере, трое жителей района, которые в день операции находились в Хароге и других районах Бадахшана, сообщили, что 20 мая их не пропустили на территорию Рушанского района. На въезде в район стоит блокпост, спрашивают, есть ли погибшие или ранены среди родственников в ходе операции. Если называешь имя и фамилию, то проверяют по списку, если находят, то пропускают, сказали они. Также собеседники сообщили, что 20 мая они выехали из Харога в Рушанский район. Если едешь из Душанбе, то несложно проехать в район, а вот из Харога лица мужского пола очень сложно заехать, добавили они. Из-за отсутствия интернета и связи попытки связаться с администрацией Рушанского района не увенчаются успехом. Отсутствие информации о реальной ситуации и блокировка связи сильно обеспокоит уроженцев Рушанского района, проживающих за пределами Таджикистана. По их словам, как минимум 4 дня они не могут связаться с родными. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, что происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Уроженец Рушана Фарид Сафармамадов, проживающий за рубежом, написал 21 мая. Операция была проведена на небольшом участке. За один день пришло известие об убийстве более 20 человек, десятках раненых и задержанных. Очень беспокоюсь, не могу связаться с родителями. Я просто не знаю, что с ними. Утром 18 мая в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу Душенбеха-Рок и попытались препятствовать движению боевой техники в сторону административного центра ГБАО. В результате несколько человек погибли и получили ранения. Как сообщило МВД, операция началась после того, как протестующие напали на автомашину специального антитеррористического подразделения ГКНБ, убив одного офицера и ранив 13 военнослужащих. 18 мая власти заявили, что проводят там антитеррористическую операцию и назвали протестующих членами преступных групп, которые получали указания о дестабилизации обстановки в регионе и за рубежа. Жители же, принимавшие участие в протестах, говорят, что у них не было оружия и что они вышли на улицу защитить свои права и предотвратить эскалацию в Хароге. Местные жители сообщили, что им передали тела 21 погибшего. Некоторые источники сообщают о 25 жертвах. В заявлении ООН со ссылкой на достоверные источники говорится о более 40 погибших и более 100 задержанных. А как вы думаете, на чьей стороне правда? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok